когда соберется хотя тысяч семь или десять человек лучше тысяч десять хотя бы когда начну кое-что рассказывать давно я не проводил истории всякие потому что и всякие там прямые эфиры я путаю словах потому что у меня пиздец вообще уже нахуй головой пиздец заебался и я хочу сказать что давно не проводил да всякие прямые эфиры потому что на самом деле мне есть чем заняться я считаю что люди которые блядь каждый день проводят прямые эфиры им блять просто делать нехуй ну вот ну 10 косарей я жду и начинаю рассказывать про свой тур очень интересные вещи многие люди потому что меня начали хую соседи отворачиваться от меня ну люди которых я считал своими людьми потому что они не понимают некоторых вещей так вот я хочу разъяснить за вообще весь тур kill your friends что вообще-то как происходило и происходит и произошло в итоге время конечно заебись для прямого эфира ну да ладно похуй день шит заберем твою цепь шит деньги нахуй всех твоих друзей шит это день шит заберем твоя цепь шит о 10 тысяч заебись короче начнем с того kill your friends тур сегодня он подошел концу сегодня он закончился всего городов было 36 запланировано из них я откатал 29 нет 28 28 городов из 36 и 4 концерта я отменил и еще 4 концерта я отменяю сейчас после этого концерта после ростова то есть белгород и дальний восток и до этого я отменил омск ну и остальные города сибири но сибирь снова кузнец крестнерство далее что могу рассказать по этому поводу вообще всему на самом деле почему так произошло почему отменил сибирские города и почему я отменяю последние четыре города своего тура просто думаю вам будет интересно узнать это особенно людям из этих городов и я думаю что ну как бы я хочу предотвратить волну всякой хуйни мою сторону от людей которых я считаю своими людьми либо считал своими людьми потому что если люди отворачиваются от меня то я считаю что это не мои люди ну конечно если они от меня отворачиваются когда у меня есть причина не давать какой-то концерт или так далее вот что я могу вам рассказать по этому ебучему туру тур был охуенный на самом деле тур был крутой было заебись мои люди самые охуенные самые преданные самые пиздатые сборы были заебись было весело было просто охуенно пиздец начался с пензы как бы хуйня в том что я не могу взять брать много городов оказывается как я понял по поводу по ходу этого тура но мне всего 20 лет у меня еще есть много времени чтобы научиться многому этой жизни 36 городов для меня оказалось много поясняю почему потому что я в отличие от многих остальных рэперов и так далее не будем называть имен потому что это можно сказать практически все рэпера и не только рэпера просто музыканты берут до хуя городов больше чем у меня даже и ходят по сцене блять пешком выходят то есть они даже не разговаривают со своей аудиторией со своей публикой и не вкладывают эмоции нихуя просто отрабатывают бабки плюс они занимаются такой хуйня что в регионах они дают концерты блять по полчаса по 40 минут блять и так далее но типа полный пиздец и неуважение к людям я считаю что лучше не приеду в город чем я буду давать концерт на 30 40 минут где буду просто тупо ходить пешком вот и пиздец начался с пензы на альбоме hate love я рассказывал о том что у меня есть проблемы с психикой есть проблемы с моральным так скажем состоянием с ментальным ментальные есть проблемы и так далее то есть панические атаки и тому подобное подобное мои концерты проходят примерно так когда чуваки дают по полчаса концерты в регионах я даю в столице два часа а в регионах я даю полтора часа всегда и каждый свой трек я проживаю каждый мой трек это маленькая жизнь каждый мой трек я вкладываю эмоции и для меня это не просто типа ну песни блять которые мне нужны для того чтобы отработать свои деньги для меня это треки которые являются моей жизнью прошлое настоящий или будущее не важно но это моя жизнь и я вкладываю это супер эмоции и даже это меня истощает уже не учитывая того что я прыгаю и бегаю блять по сцене как демон в отличие от людей которые ходят пешком не учитывая того что я знаю что я имею влияние на молодежь и я стараюсь донести до людей на своих концертах словами потому что через треки они этого не понимают о том что что то правильно и что то неправильно и я тоже в это вкладываю эмоции это тоже меня опустошает я я хотел бы сказать что я очень сильно стараюсь заботиться о своих людях о своих о своей фан базе я очень сильно люблю но я не могу о ней заботиться когда я не могу позаботиться о себе и в общем все началось с пензы учитывая все что я вам сейчас рассказал по ходу всей этой движухи туровой было очень много проемов с организаторской стороны тоже которые тоже на меня повлияли то есть очень много нервов не говоря уже о том что за последнее время на меня очень сильно очень много что свалилось счастье и несчастье разные вещи внимание со стороны людей популярность там деньги более-менее большие и так далее что тоже для меня как обычного 20-летнего пацана с Уфы ну очень сильно сказалось на моем эмоциональном состоянии мне надо все это ко всему этому привыкнуть все это немного так скажем осмыслить и во первых по ходу всего тура я сразу же извиняюсь перед людьми в которые города которые я не смог посетить а нали поздно я к вам приеду и все будет заебись и вы поймете что вы не зря меня ждете это для людей которых у которых я еще не был для таких городов там Омск Новокузнецк а вот Белгород города где я уже был по разу в том туре но в этот не смог приехать как Дальний Восток там Иркутск Новосибирск Красноярск подождите меня немного весной все будет заебись я приеду и мы разъебем я верю в своих людей я верю то что мои люди от меня не отвернутся а люди которые отворачиваются от меня из-за моих каких-то проблем эмоциональных или физических то это не мои люди я ебал их в рот и пошли они нахуй мне похуй на них отойдите и не возвращайтесь сюда никогда в пизду вас вот теперь излагаю во первых во первых насчет того что долгие запуски в девяти из десяти городов мне ебут мозги мусора поясняю они считают то что ну то есть вот как было в Москве например блять проверять паспорта вот эта вся хуйня они считают то что я делаю детям типа хуёво которым нет шестнадцати но они не понимают то что мой концерт для них праздник и блять они веселятся в этой ебучей грустной стране им охуенно а от того что мусора их щемят детям хуёво типа из-за этого у меня очень долгие запуски во многих городах уже не говоря о том что я ну очень устаю и мне тяжело я прошу понимание своих фанатов потому что я прекрасно понимаю вашу злость в некоторых городах на меня но вы тоже должны меня понять очень тяжело когда при всем чем я вам рассказал еще мусора ебут мозги да я являюсь довольно запрещенным артистом в этой стране так скажем не официально но мозги мне ебут заебись того что я там матерюсь не матерюсь блять в этой стране и trek он 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 в а он он а вот это она Насчет запусков, насчет концертов. Началось все с Пензы, опять-таки говорю. В Пензе такая хуйня была, что я словил первую паническую атаку за долгое время, довольно-таки серьезную, и я не мог ничего сделать. Уже сидя в Пензе, в гримёрке, я хотел отменить весь концерт и весь тур последующий, учитывая два города, города питерских и так далее, потому что я просто не вывозил. То есть я просто перестал выводить. Я сижу и просто думаю, блядь, типа, я, блядь, не хочу сдохнуть, мне есть что терять. У меня я, типа, счастливый человек, у меня охуенная девушка, охуенная фан-база, у меня все охуенно, все в жизни хорошо, я наконец-то выбрался из дерьма. Вот. Но я нашел в себе силы, благодаря своему старшему брату тоже отчасти выйти на сцену в Пензе, дать концерт и поехать дальше по городам. Следующий город, с которым начался пиздец, это был Тюмень. В Тюмени, то, что я говорил про мусоров, дошло до полного апогея, блядь, так скажем, пиковая точка. Людей из тысячи человек, примерно проданных, пустили только 300 человек. Представьте, каково это для меня, когда я, блядь, ебашу, как проклятые, когда я расту, когда я радуюсь тому, что у меня расширяется фан-база, и я ожидаю на своем концерте тысячи человек, и по итогу, блядь, ко мне приходят 300 человек. Вот. Но суть не в том даже о том, как мне, хотя таких ситуаций была не одна в том туре, а суть в том, что людей не пустили. Да хуя. Две трети людей, блядь, можно сказать, не пустили на концерт. Из-за этого на меня началась жесткая говнобомбежка и на организатор концерта, то есть на мой букинг. Но я хочу сказать, мальчики, девочки, ребята, что мы можем сделать, когда, блядь, ваши местные оголтелые мусора ебут мозги, нахуй, вам, блядь. Приезжают в день концерта, блядь, за час, нахуй, начинают ебать мозги, блядь. Что мы можем сделать с мусорами, блядь? Типа драться с ними, это бесполезно, нахуй. Ну сяду я, блядь, на 15 суток, никуда дальше не поеду, нахуй, типа в другие города. От этого лучше никому тоже не будет. Это по поводу Тюмени. Плюс с Тюмени, начиная, у меня начались концерты часовые, с Ульяновской, вернее, с Ульяновской, часовые концерты. Обычно давал по полтора, потому что у меня вообще, нахуй, отказал голос тогда. Сейчас он вернулся, вот, когда я взял перерыв на сибирские города. Но тогда у меня, блядь, вообще, пиздец, отказал голос, и типа я нихуя не мог петь песни. Из-за этого я сократил программу только до рэпа. Но это пиздец, короче. Я люблю петь песни, потому что я люблю, чтобы на концертах была разная музыка. Дальше. Дальше я откатал охуя на Сургуте. Вот. Но в Сургуте было дохуя народу, было пиздец, жарко. Но на сцене, типа, мне стало хуёво. У меня проблемы ментального характера из-за этого. Плюс ещё физи... У меня моральное истощение, физическое истощение. Из-за того, что я морально себя плохо чувствую, у меня ещё, блядь, физическая хуя. Вот. И в Сургуте мне стало хуёво на сцене. После концерта мне было хуёво. Но, несмотря на это, мы дали охуенный концерт. Я со всеми отфоткался. Всё было как надо. В общем, после Сургута, когда я приехал домой, то я понял, что я просто морально и эмоционально не могу вывезти, ехать в Сибирь. Плюс в Омске были очень сомнительные организаторы, которые договорились на одну сумму по гонорару, потом начали толкать другую и так далее. Я, конечно, люблю своих людей, очень люблю своих людей, но я не из тех людей, которые дают себя ебать на деньги или всё такое. Я ебашил и ебашу не для того, чтобы давать впуск каким-то организаторам, там, я не знаю, давать какие-то скидки. Если мы договорились с людьми на одну сумму, значит так. Вот. Они начали темнить, мутнить, это уже мне не понравилось, это уже характеризует их как плохих организаторов. И я не хочу тратить свои нервы тоже ехать куда-то, потому что, блядь, у меня и так дохуя нервов тратится, я так с ума сойду, как бы я не любил своих людей. По поводу Омска, ещё раз говорю, организаторов отставим. В первую очередь, да, я не поехал в Омск, Новосибирск, Новокудинец и Красноярск, потому что я просто не знал, как туда ехать. У меня просто нет сил, не было сил, здоровья, эмоций, ничего. Типа я просто, блядь, хуй знает. Чувствовал себя так, а вот я сейчас нахуй умру. И если бы я приехал и сдох там в Новосибирске где-нибудь, никому не было бы от этого хорошо. Поэтому, типа, я не... То, чтобы оправдываюсь, я просто разъясняю всю эту хуйню. Возможно, где-то на подседательном уровне я и оправдываюсь. Потому что мне на самом деле стыдно перед своими людьми в этих городах за проёб, то, что я взял на себя слишком много городов и не потянул это. Но всё познаётся в опыте. Следующий тур мы сделаем заебись во все города, которые я должен, я приеду. Будет уже другой уровень во всём. Очень много опыта за этот тур я получил. Вот. С сибирскими городами ладно, окей. Две недели я отдыхал почти. Ну, отсыпался и так далее. Думал, что всё будет заебись. Я приехал в Волгоград. То есть, предыдущий концерт был в Сургуте, когда мне стало хуё. Я приехал в Волгоград, дал там концерт, несмотря ни на что. И во время моего концерта мне опять стало хуё. Ну, то есть, типа, от усталости и от этого всего у меня кружится голова, у меня такое, типа, ощущение, что болит сердце и так далее и тому подобное. Ну, короче, боли в сердце ощущаются. Я не знаю, это, блядь, психосоматика или это в натуре болит сердце, но то, что я заебался, это факт. В Волгограде после концерта мне тоже стало хуёво. Я там всякий валидол жрал, не валидол, блядь. И это тоже был тот момент, когда я хотел вообще отменить всё. После Сургута я тоже хотел отменить всё, потому что, блядь, я хуй знает. Я хочу жить, как бы, я не хочу сдохнуть. У меня ещё впереди дохуя туров и более хорошо организованных, и дохуя альбомов, релизов, треков, клипов и так далее и тому подобное. Но, опять-таки, меня спас мой старший брат, и, в принципе, я собрался и должен был на следующий день поехать в Ростов. Блядь, это всё из-за наркотиков, пишет кто-то. Только я наркотики не употребляю, блядь, даже траву, хуйня, когда курю. Я даже, блядь, сигареты не курю. И алкашку пью, блядь, изредка. Всё это хуйня, все эти, блядь, сиги, наркотики, блядь. Вот, в Ростов я не смог поехать, потому что мне надо было вставать в 6, а я тупо просто физически не смог встать раньше, блядь, 12 и 2. И я не успевал по таймингу добраться до Ростова, чтобы дать концерт. Из-за этого мы перенесли его с позавчера на сегодня. Вчера я доехал до Краснодара, там мы охуенно разъебали. В принципе, чувствовал я себя неплохо. Сегодня я приехал, когда в Ростов, то мне опять стало хуёво. И сердце болело, и так далее. Из-за этого мы задерживали вход очень сильно. Людям пришлось мокнуть под дождём, многие походили. Ну и ладно, как говорится, что, если со мной не до конца, то окей, мне не нужны такие люди. Хотя я примерно понимаю вас и извиняюсь перед вами. Ну вот, но я еле-еле, еле-еле, правда, еле-еле нашёл себе силы выйти и выступить. И выходил я с настроением таким, что, блядь, умру и хуй с ним. Типа, потому что уже всё пиздец. Я не знаю, я себя так чувствую сейчас. Мне плохо и морально, и физически. Я устал. Мне надо просто отдохнуть, надо восстановиться. Вот. И, грубо говоря, я вышел. Провёл охуенный концерт. Всё было охуенно горячо. Но я подумал головой и понял, что дальше докатать я просто не смогу. Потому что это может закончиться хуёво и для моего ментального здоровья, и для моего физического здоровья. И я не могу рисковать этим сейчас. Мне есть что терять. У меня впереди большое будущее. У меня впереди ещё многого не сделано. Поэтому я хочу извиниться перед теми городами, в которые я не попал в этом туре. И хочу сказать спасибо всем городам, которые я откатал. И, блядь, это было просто охуенно. Где бы сколько ни было людей, где бы что, какие ни происходили траблы. Но, несмотря ни на что, мы сделали большое дело, на самом деле, для этой страны в том числе. Потому что то, что я катаюсь, и те слова, которые я говорю детям, они меняют менталитет хотя бы одного человека в этой стране. И его мироощущение, это уже важно. Если ты меняешь мир одного человека, значит, ты, можно сказать, изменил целый мир. Такие дела. Эту трансляцию, в принципе, я провёл для того, чтобы на меня не начали нападать в комментах. Там, открещиваться от меня, хуй знает, мои же фэны. Но я хочу сказать, что если тебе важнее то, чтобы я приехал раньше на три месяца, чем, например, когда я перенесу, приеду, но, блядь, я могу умереть, сойти с ума, нахуй, лечь в больницу, там, слеть и так далее. То нам нечем с тобой говорить, блядь. Просто иди нахуй, отойди от меня и никогда не слушай мою музыку, не приходи на мои концерты, блядь, и в пизду. Типа, смотри мемы, блядь, про бургер, нахуй, и иди нахуй. Вот всё, что я могу сказать по этому поводу. Ну, вот, в принципе, такая история. Грубо говоря, я сейчас нахожусь в Ростове и еду в Москву. Там я подлечусь в плане своего здоровья, обследуюсь и так далее. Возьму рекомендации и поеду отдыхать. Вот, потому что мне пиздец, как нужен отдых. Просто я очень много работал в этом году, очень много произошло за этот год. И это тоже всё сказалось на мне в конечном итоге, на моих силах. Хочу сказать спасибо своему старшему брату и Марьяне за то, что они меня всегда поддерживают, несмотря ни на что. И всем людям, которые являются частью моей фан-базы и поддерживают меня, несмотря ни на что, что бы ни происходило. Я люблю этих людей. Ну, Марьяну люблю особенно. Ну, и брат из своего особенно. Это немного другая любовь, чем та, которую я люблю из своих людей. Но своих людей я люблю тоже очень сильно. Вот. Такие дела, в общем. Я думаю, что всё будет охуенно. На самом деле, я знаю даже это. Мне нужен просто отдых. Потому что я... Очень много работаю. И я, блядь, до сих пор в жизни даже ни разу не купался в ебучем море. Типа так только видел глазами, как оно выглядит. Мне надо просто отдохнуть и подкачать своё здоровье. И сделать всё грамотно. Все города, в которые я не приехал, я приеду туда. И поверьте, оно того стоит. Вот оно того стоит. В общем, грубо говоря, я хочу сказать спасибо всем моим людям, которые со мной. Несмотря ни на что. И хочу сказать, чтобы люди, которые отворачиваются от меня при первой же возможности, отошли от меня навсегда. Нахуй. Kill Your Friends тур закончен. Несмотря ни на что, он был охуенным. Спасибо всем людям, которые на меня приходили. И спасибо за всё. Я очень сильно вас люблю. Гэнкшит. Эшкерия.